Итак, наш вебинар. Здоровые дети. Постараюсь не быть слишком нудной, не утруждать вас какими-то заумными вещами. Хочу, чтобы это был живой разговор, потому что тема очень такая актуальная, тема животрепещущая. И тем более сейчас ребята наши пошли кто в школу, кто в сад, и наши дети, наши внуки, потому что у меня разная аудитория, это уже есть и бабушки, ну и в том числе есть и мамы, у которых детки учатся или ходят в садик. И, конечно, всех сейчас волнует вопрос вируса, всяких инфекционных заболеваний, ну и вообще много вопросов по здоровью детей. Я их получаю очень много, этих вопросов, и понимаю, что тема очень актуальна. Для моей новой аудитории, те, кто меня еще, может быть, не знает, представлюсь, меня зовут Бая, я доктор натуропатии. Доктор натуропатии – это доктор, который не лечит, а учит. Знаете, когда я получила в начале 2021 года, то есть в начале прошлого года свой диплом доктора натуропатии, который я честно заработала учебой в институте натуропатии, и когда я объявила, что у меня новый статус, я получила немало тычков в свою сторону, себе, да, со стороны некоторых зрителей, подписчиков, которые сказали, что, типа, раз у тебя нет медицинского образования, то ты не имеешь права называть себя доктором и говорить, учить нас, как быть здоровыми. Но на самом деле это совершеннейшая неправда. Статус доктора может получить любой человек, необязательно человек с медицинским образованием, и доктор – это вовсе не означает, что я должна кого-то лечить. Доктор – это учитель, это просто такая вот ученая степень, и учить можно чему угодно, и музыки, и физики, и химии, и математики, и много чему, в том числе и натуропатии. А натуропатия, как вы знаете, это наука о естественном оздоровлении. Вот все очень просто. Так вот, для того, чтобы учить людей быть здоровыми, в том числе, чтобы родителям учить своих детей и быть здоровыми, а начинать с себя, со своего здоровья, для этого совершенно не нужно иметь медицинское образование. Вот пора просто поломать вот этот шаблон в головах, что, чтобы заботиться о своем здоровье, вы должны просто банально знать строение своего тела. То есть, где, что устроено. Я до сих пор вижу, что люди, которые пытаются заниматься своим здоровьем, они даже путают желудок и кишечник. Они не понимают функции желудка и функции кишечника. А на самом деле все эти знания можно очень просто получить, раскрыв либо учебник по анатомии, либо какой-нибудь там атлас анатомический, которых сейчас много в интернете, или просто почитать любую доступную статью на эту тему. Здесь все очень просто. Вы, пожалуйста, не предъявляйте мне сейчас каких-то претензий по поводу того, что я вроде бы затеяла вебинар на детскую тему, но вот такое длинное вступление. Просто дети находятся под опекой родителей. И прежде всего, эта родительская голова должна быть умной, соображалистой и все понимать. Потому что дети, они точно такие же люди, как и взрослые. И у них точно так же устроен организм. Все точно ровно те же самые системы, как и у взрослого. И функционируют эти системы в организме. Все по одним и тем же законам. Законом природы. Ровно вот так, как придумал высший разум или создатель. Будем так говорить. Поэтому ваша забота о здоровье детей, она начинается с вашей заботы, прежде всего, о своем информационном, достаточном уровне подкованности в вопросах хотя бы анатомии вашего организма, чтобы понимать, как это все функционирует у вас и как это все функционирует у детей. Так вот, дети это такие же взрослые, к ним не надо применять каких-то особенных правил, потому что и взрослые, и дети живут по одним и тем же правилам. И как это ни парадоксально, но болеют и взрослые, и дети по одним и тем же причинам. И причины – это не что-то такое, неспосланное выше, не наказание Господнее, не какие-то там кармические долги или генетические, наследственные всякие дела. Хотя это может быть просто катализатором, ускорением. Но причиной, по-настоящему глубинной причиной всех заболеваний является, я не имею в виду только травмы, я имею в виду хронических заболеваний, которые постепенно развиваются в организме. Причем они развиваются в организме, бывает даже и детей еще совсем таких маленьких. То есть причина всегда одна – это общее загрязнение организма. И вы прекрасно понимаете, что... Сейчас, секунду. Что ребенок, находясь в утробе матери, уже получает все то, что мать ему может дать, ровно то он и получает. Сейчас, секунду, я переведу. Ага, вот. Все, чем питается ребенок, находясь в утробе матери, это ровно то, что дает ему мать. То есть ровно то, чем она кормится, то он и получает. Если среди вас есть те, кто за мной следит уже несколько лет, а я вот по списку фамилий и ников и имен, я вижу, что это все знакомые имена. Есть очень знакомые, прямо давно уже со мной. Есть те, которые недавно, но я тоже вижу, что вы уже имеете какое-то представление о естественном питании. Это та тема, о которой я все время говорю на всех своих площадках. Естественное питание. Конечно, я сейчас не буду говорить о естественном питании. Это слишком большая тема. Это можно несколько лет говорить. Но только естественное питание, это то питание, которое делает по-настоящему людей здоровыми. И, к сожалению, к большому сожалению, нас, вот, нас, людей, живущих в настоящее время на этой планете, нас, вот так, чтобы централизованно, нас никто не учит, каким же все-таки должно быть настоящее здоровое, природное, естественное питание. Почему-то об этом забыли. Забыли. И сейчас существует много разных течений в области питания, но почему-то о естественном питании говорят только натуропаты. А всевозможные диетологи, и натурициологи, и прочее говорят о каком-то там правильном питании, о правильных рецептах, ПП-рецепты, которые я ненавижу, потому что они нифига неправильные. И всякие другие течения в питании, но на самом деле естественное питание – это как раз то питание, от которого организм человека не загрязняется. И организм ребенка, соответственно, тоже не загрязняется. Те, кто новенький, и они еще пока не понимают, что такое естественное питание, но тогда для вас этот вебинар просто намек на то, что нужно остаться со мной на моем канале, на моем телеграм-канале, в моем инстаграме, и последить за мной более тщательно, посмотреть по моим ссылкам, по моим постам, по моим stories, актуальные, и так далее. Полистать просто в мои все странички, перейти по всем моим ссылкам, чтобы посмотреть и попытаться понять, что же такое естественное питание, и в чем его прелесть. А прелесть его, вот так, чтобы было очень понятно, заключается в том, что благодаря естественному питанию у нас в организме, в желудочно-кишечном тракте, не происходит процессов гниения и брожения. Согласитесь, само слово гниение и брожение – это такие неприятные понятия, и само собой разумеется, что в результате этих процессов мы не получаем ничего хорошего. Мы получаем отравленную атмосферу в кишечнике и дурную микрофлору. Так вот, когда у матери в кишечнике царит бардак, то есть там процветает гниение и брожение благодаря неправильному питанию, неестественному, то надо понимать, что то помещение, в котором находится плод, ребеночек, оно самым тесным образом соприкасается со всеми внутренними органами, органами брюшной полости, в частности, и кишечником особенно, потому что кишечник занимает огромную часть живота, и ребенок, получается, он просто напрямую соседствует с вот этой атмосферой, которая творится в кишечнике. Мало того, что ребенок с кровью, через плаценту, через поповину, получает то питание, которое уже вобрало в себя шлаки и токсины, токсины особенно из грязного кишечника, но он еще и получает непосредственные токсины, которые проникают через стенки кишечника и могут проникнуть через барьер плаценты, матки, и ребенок будет точно так же отравляться теми же продуктами распада, которые находятся в организме его матери. Вот так и получается, что когда ребеночек рождается, если у него с самого, уже с дурничкового периода начинаются проблемы, то родители всегда удивляются, как же так, он же еще ангел во плоти, он же только родился, когда он успел что-то получить, какие-то загрязнения, или чем он мог заразиться, и так далее, почему он болеет. И теперь мы понимаем, что он болеет, потому что он уже в утробе получил такое некачественное питание и жил в некачественной среде. Что касается шлаков и токсинов, которыми буквально нашпигованы тела взрослых людей, и мы сейчас говорим прежде всего про тело матери, которая обычная женщина, которая находится на обычном традиционном питании, она, к сожалению, она нашпигована шлаками и токсинами внутри себя. И особенно, особенно подвержены дети проникновению в них слизи. Сейчас об этом немножко подробнее. Если вы читали книгу Арнольда Эрета «Целебная система без слизистой диеты», то вы знаете, если не читали, то знаете, сейчас из моего коротенького рассказа, что безслизистая диета это то питание, которое не образует слизь в нашем организме. И это как раз то питание, которое по большей части относится к естественному. То есть это в основном растительная пища и в основном сырая. Больше сырая, нежели варёная. Так вот, теперь посмотрите на то, как питаются современные люди, ну и в частности мама, да, мама, которая беременна, которая ждёт ребёнка, как питается мама. Она питается очень много варёной едой, потому что это принято в традиции. Супчики, кашки, тушёная, печёная и так далее. Она питается много мясом и животной едой, потому что ей со всех утюгов кричат, ешь белок, нельзя без белка, как же ты будешь растить ребёнка, ему нужно развиваться, плод должен развиваться, плод должен получать все необходимые питательные вещества. И вот мама упирается по животному белку, ест через не хочу, через не могу, там чуть ли не пять раз в день, и творожок, и мясо, рыбку и яйца, и всё это в перемешку. И такая еда, когда преобладает животный белок, и когда преобладает варёная пища, а если ещё и мучное, вот это вот всё в комплексе даёт много слизи. И эта слизь очень часто локализуется в порах костей черепа. сейчас поймёте, почему я на этом заостряю внимание. Ну вот вот так вот вот так вот устроено почему-то, что очень много слизи локализуется в порах костей черепа. Кости черепа пористые, имеют пористую структуру. И вот есть такая тенденция накапливать там слизь. Я немножко забежала вперёд, сейчас перелесну слайд. по слизеобразующим продуктам. Как я уже сказала, очень много слизи образует животная еда и в частности молоко коровье и молочные продукты. Это просто чемпионы по слизеобразованию. Дело в том, что почему образуется слизь? Потому что продукт невозможно расщепить полностью. Я надеюсь, вы понимаете, что любой продукт, который поступает к вам в рот и проходит через желудочно-кишечный тракт, он прежде чем усвоится, он должен быть расщеплён. Расщеплён на 100%. Ну, то есть просто до атомов. Потому что этот продукт нужно как-то встроить в ваш организм. Каким образом? Из него нужно взять питательные вещества, чтобы кровь забрала эти питательные вещества через стенки кишечника и разнесла их по всему организму. Соответственно, эти питательные вещества не могут быть в виде кусков. Они должны быть полностью расщеплён в виде. Так вот, молоко и молочные продукты содержат белок, я говорю про казеин, который очень трудно расщепляется в человеческом желудочно-кишечном тракте. Очень трудно. Но практически не расщепляется. На какую-то часть расщепляется, но по большей части нет. А теперь вспоминайте, чем мы кормим седа и чем мы кормим детей и сами. На ранних годах жизни это молоко коровье и это всевозможные молочные продукты. То есть, ребёнок получает слизь и в утробе и уже находясь на вскармливании на грудном частично с прикормом и дальше садик и так далее пошло. Это молоко, молоко, молоко и молочные продукты в погоне за пресловутым кальцием и т.д. и т.п. опять же там питательные вещества. В итоге вот этот казеин не расщепляется и слизь накапливается в порох костей черепа. Варёная еда я уже сказала и мучное. Вот теперь просто проанализируйте питание традиционно питающегося человека. Вы проанализируйте из чего оно состоит. Оно состоит именно вот из этих продуктов. Хлеб, выпечка, всё варёное, кашки, супчики, рагу, соляночки и т.д. И животная еда самая различная. Сырок, творожок, запеканочка, рыбка, котлетки, колбаска и т.д. Всё, всё, всё. Вот из чего состоит питание современных людей, взрослых и детей. и где сырая растительная пища, где фрукты, где овощи, где зелень, которая как раз является очищающей, и той, которая не загрязняет организм, которая способствует здоровью. А они как-то мимо пробегали, да, где-то там какой-то перекус маленький, где-то там какой-то один огурчик порезали, где-то там какой-то помидорчик пробежал. Всё. И вот эта небольшая горстка сырой пищи, она просто тонет вот в этом море варёной еды. И вот вам ваши шлаки, это слизи образования, которые, слизь, которая накапливается в порах костей черепа. Вот я чуть попозже буду об этом говорить, про череп. Сейчас нужно понять следующее. Наверняка вы все уже слышали, те, кто со мной уже не первый год, наверняка уже вы все знаете, что существует такое понятие, как очищение организма. И когда люди не согласны с точкой зрения натуропатов, что организм нужно очищать, аргументируют это тем, что организм саморегулирующая система, то здесь можно сказать следующее. Да, да, совершенно верно. Создатель так придумал наши организмы, что у нас происходит саморегуляция. То есть организм автоматически работает как на пищеварение, так и на очищение себя от тех отходов, которые накапливаются у нас в результате вот этого процесса переработки пищи. Организм саморегулирующая система. Он всегда пытается сделать так, чтобы было как можно меньше загрязнений внутри человека, потому что эти загрязнения приводят к воспалительным процессам, к нарушению обмена веществ, к созданию благоприятной среды для развития всяческих болезнетворных микроорганизмов, вирусов, инфекций, воспалительных процессов и так далее. Поэтому организм все время работает на очищение при помощи своих выделительных систем. Но здесь одно большое но. Если бы мы все, вы, все, все люди на земле питались, хотя бы пытались питаться, пытались питаться по большей части естественным образом, то есть сырой растительной пищи было бы больше, вареной было бы меньше и в небольшом количестве, но достаточно для получения питательных веществ присутствовали, присутствовала животная еда. И не было бы никаких извращений в виде колбас, пончиков и сосисок в тесте, конфет и прочего. Вот тогда организм бы очень хорошо саморегулировал все внутри, и даже вот те загрязнения незначительные, которые поступали бы с небольшим количеством вареной еды, с небольшим количеством того же творожка, то организм мог бы справляться с этим и организм ребенка, и организм взрослого. И не было бы печальных последствий, но это в том-то вся и фигня, что слишком велик дисбаланс, то есть очень сильная разбалансировка, как раз то, что я сказала выше, слишком много загрязняющей еды, слишком мало чистой еды, естественной, очищающей, и организму очень трудно справляться с этой работой. Но он старается, вот чтобы вы понимали, что ваш организм вас всегда пытается спасать, и вас, и ваших детей, это то, что он очищается через выделительные системы. Давайте теперь про выделительные системы. Их четыре, это кишечник, мочевые пути, почки, это кожа и органы дыхания. И понятно, что выделяется через эти органы выведения шлаков и токсинов, как у взрослых, так и у детей. Понятно, что выделяется через кишечник, это организм очищается. Понятно, что выводится через мочевые пути, это тоже организм очищается, выводит с мочой все ненужные, все отходы. Это кожа, которая очищается через пот, и с потом выводит шлаги и токсины наружу. И это органы дыхания, которые очень стараются выводить с мокротой, с откашливанием и с отсмаркиванием все эти отходы. И вот теперь внимание, выделительные системы детей работают очень хорошо на выведение отходов. Выделительные системы детские работают лучше, чем выделительные системы взрослых. вот почему мы очень часто наблюдаем у детей диарею, дисбактериоз, которые как раз говорят о том, что очень хорошо организм старается выводить вот эти все шлаки, всю эту слизь через кишечник. Вот почему у деток постоянно что-то выскакивает, какие-то сыпь, прыщи, диатез, зуд, потому что его выделительная система кожи очень хорошо старается выводить всю эту грязь. Заболевание почек тоже не редкость у детей, даже пионефрит. Что это? Это старание организма вывести продукты распада через мочевую систему. И конечно же дыхательная система, то что детки постоянно болеют соплями, кашляют, чихают отит и все такое прочее. Постоянно у них что-то выделяется. Это говорит о том, что дыхательная система детей это очень мощная система, наверное, вторая после кишечника, которая очень активно работает на выведение слизи из организма. И вот теперь возвращаемся к порам костей черепа. Благодаря не то чтобы благодаря, а потому что в порах костей черепа накоплено много слизи и потому что выделительная система дыхательная очень хорошо умеет работать на выведение. Дети очень часто болеют ОРВИ всякими простудными, как хотите называть это, насморк, кашель, бронхит и так далее. Потому что у них в порах костей черепа уже накоплена слизь. И организм вот таким образом все время пытается выводить, выводить, выводить и выводить вот эти вот отходы. И теперь мы пришли к такому парадоксальному выводу, что если ребенок питается традиционно, то он болеет часто и это нормально. Представляете, вот раньше, когда я еще не занималась натуропатией, но давным-давно, я слышала вот это расхожее мнение такое, что дети болеют, это нормально. Пока там все свои сопли не отсморкают, пока не переболеет весь садик там со всеми этими простудными, это нормально, пускай болеет. действительно народная вот эта мудрость, народная молва, она в общем-то права. Хотя, может быть, люди не совсем отдают отчет, почему это нормально, но вот вы теперь должны понимать, что это нормально, потому что ребенок, который питается с самого раннего детства традиционным образом, с большим количеством молочной, мясной, вареной, мучной еды, он получает большое количество слизи, и эту слизь нужно выводить, поэтому нормально, что ребенок болеет, и, к сожалению, вот есть такой факт, вот примите это на вооружение, что если ребенок находится на традиционном питании, но он редко болеет, это должно нас дораживать, я имею ввиду болеет простудными, в любом случае, если ребенок на традиционном, и вы понимаете, что он ест всяко разно, в любом случае, его удилительная система дыхательная должна его освобождать от этой слизи, если она этого не делает, значит, что-то идет не так, значит, по каким-то причинам эта система не может эффективно работать на очищение, и это все копится, и, к сожалению, когда это копится в организме, то это нехорошая тенденция, это может привести к чему угодно, к любым тяжелым заболеваниям, просто имейте это ввиду, что с этим делать, но это будет уже об этом дальше расскажу. Так, и теперь по поводу тех детей, которых мамы уже пытаются переводить на естественное питание, но, во всяком случае, уже задумываются о том, что что-то нужно менять. Есть, конечно, такие же и такие мамы и среди моих подписчиков, клиентов, слушателей курсов, участников марафонов, есть такие мамы, и вот встреча с одной из мам была совсем недавно, в телеграм-канале проходила у нас эфир встречи с Катей Александровой, у которой двое детей, и которые были с проблемами, особенно старшая девочка, и благодаря тому, что мама перевела их на естественное питание, ну, может быть, не на 100% идеальное, но, во всяком случае, оно сильно изменилось по сравнению с тем, как это было раньше, а раньше это было традиционное, так вот, ей удалось решить практически все проблемы, которые были у старшей девочки, это и боль в суставах, и лишний вес, ну, в общем, там была, не очень была хорошая ситуация, сейчас у девочки все нормально, она стройная, у нее не болят суставы, с ней все в порядке, и вот Катя поделилась, как она, как ей это удалось, как она переводила детей на естественное питание, и в продолжении этого разговора интересного, запись которого сохранилась, можно посмотреть на ютубе, кому интересно, Катя сказала, что она две недели будет вести дневник питания своих детей, и потом она предоставит мне его в виде такого большого отчета, и на основании этого отчета можно будет сделать книгу или гайд, ну, что-то такое, да, и дать открытый доступ для всех заинтересованных мамочек, чтобы они смотрели, как практически это делает другая мамочка, и брали пример, и перенимали этот опыт, в общем, тут очень хорошее продолжение намечается, так вот, значит, дети, которые, питание которых становится более естественным, они начинают реже болеть, и это нормально, почему, потому что организму уже не надо стараться выводить слизь, потому что этой слизи уже не так много, и все идет спокойно, и даже если ребенок на естественном питании заболевает, то обычно это заболевание проходит более легко, и быстро проходит, вот, потому что организм быстро выводит слизь. Так вот, из всего того, что я наговорила к данному моменту, нужно сделать очень правильный вывод, что когда ребенок заболевает, мы сейчас больше говорим о таких явлениях, как ОРВИ, простудное, вот эти лор-заболевания, потому что это самое частое, и потому что это то, что вот как раз будет сейчас, сейчас начинается осень, точнее, началась уже, и плюс еще активизация всем известного вируса, сейчас будет очень много движухи по этому поводу, нужно быть вооруженным, нужно быть наготове, да, чтобы знать, как себя вести правильно, поэтому вывод нужно сделать очень правильный из всего этого, когда у ребенка начинаются признаки простудного, вирусного и лор-заболевания, первое, что нужно делать, это понять, что это попытка организма очистить ребенка от избытков шлаков и токсинов, и все, что нужно сделать, это не заглушить вот этот процесс лекарственный, сейчас будем об этом подробно говорить, а просто помочь организму вывести это как можно быстрее, как только большая часть слизи, вот этой токсичной слизи будет выведена благодаря вашим усилиям, да, вашей помощи детям из детского организма, так сразу же наступает облегчение состояния и то самое выздоровление без лекарств, которому, о котором многие мечтают, потому что я думаю, что подавляющая часть моих слушателей это родители и бабушки и дедушки, которые не хотят пичкать своих детей и внуков лекарствами, а которые хотят, чтобы они были здоровыми, либо если они заболеют, то чтобы это проходило все очень быстро и без печальных последствий, поэтому давайте разбираться вот с этим, как же помогать организму детскому, когда он заболел, выводить все ненужное, как помочь организму в выведении шваков и токсинов. Не нужно пугаться, но помощь при такого рода заболеваниях острых, острых, вирусных, это очищение кишечника и не надо бояться этого слова. Дело в том, что когда ребенок заболевает, не только ребенок, и взрослые тоже, то основное место локализации вот этой всей вирусни это кишечник, это кишечник, как самое грязное место в организме. Вирус там, где грязь, вирус там, где отходы, вирус там, где закисление. Поэтому локализация там. И чем быстрее очистить кишечник ребенка от вот этих вот, хотя бы там, ну, большей части токсичных отходов, тем быстрее наступает улучшение состояния. Как очищать кишечник? Сейчас немножко, да, следующим слайдом разберем. вторая помощь ребенку это убрать у него твердую пищу, не давать ему никакой еды, кроме жидкого. Вот вы просто вспомните, как болели вы в детстве, как болели, может быть, ваши дети, как болеют ваши внуки. Хотят ли они есть? Просят ли они еды? Я имею в виду еды в общепринятом смысле. Какие-то каши, картошки, мясо, котлеты, супы, хлеб? Просят ли они этой еды? Ну, как правило, нет. Бывают, конечно, редкие исключения, когда, наоборот, ребенок заболел, у него температура, и ему хочется есть. Это, наверное, бывает крайне редко. Но, как правило, это все происходит ровно наоборот. Ребенок отказывается от еды, особенно маленький, который еще не испорчен вот этими всякими вкусняшками, которые ему потом начинают подсовывать. взрослые, он отказывается от всякой еды, он выплевывает, он всячески сопротивляется. А взрослые что делают? Они переживают, они, ну, как же так? Надо же кушать! Ну, я прям вот вспоминаю это по своему детству, когда ты лежишь в постели, у тебя болит горло, болит голова, а тебе несут тарелку с манной кашей и составляют это есть и говорят о том, что если ты не будешь кушать, ты не поправишься. Фраза, которую можно взять в черную траурную рамочку и повесить на стену. Если ты не будешь кушать, ты не поправишься. Перечеркните вот это вот заблуждение, выкиньте вот этот постулат в черной рамочке, выкиньте его на свалку. Как раз вот ровно все до наоборот. Если ребенок будет кушать все его силенки вот этого больного организма, который страдает, они все будут уходить на переваривание этой сложной пищи. Вместо того, чтобы бороться с вирусом, чтобы быстрее вывести подходы и получить облегчение организм будет переваривать пищу. Понимаете, на что обрекаем детей, когда заставляем их кушать во время болезни. Дети будут страшно рады, если вы не будете их ничем пичкать, супер полезным, супер вкусным и не будете заставлять нагружать их пищеварительный аппарат. Дети будут очень довольны, если вы будете поить их вкусным чаем с медом, вкусным морсом, каким-то ягодным, кисло-сладеньким, вкусными свежевыжатыми соками, любыми, апельсинчиком, мандаринчиком, все, что ребенок хочет. Дети будут рады. Сок это живая, очень легкая природная еда, которая усваивается буквально прямо в желудке. И таким образом пищеварительная система отдыхает. И если пищеварительная система отдыхает, включается что? Включается система очищения на полную мощь. И она выводит через выделительные системы вот те все шлаки, слизь, токсины, которые мучают ребенка в данный момент. Вот для чего нужно убирать жидкое питание. И третья помощь, нужно подключать все природные и естественные средства для того, чтобы уменьшать воспалительный процесс. Давайте вернемся к очищению кишечника либо ослабительным, либо клизмой. Это очень больной вопрос для родителей и для бабушек, дедушек, потому что они считают, что это какое-то насилие над ребенком, заставить его искусственно опорожниться. Но дело в том, что такая проблема, как стул, стул, я имею ввиду, тенденция к запору, ведь в современном мире это же нередкая проблема даже у детей. Про взрослых я вообще молчу, это сплошь и рядом, во всяком случае, те, кто приходит ко мне, это процентов 90, это тенденция к запорам. Но даже у детей уже случается это. А чему удивляться, если питание детей сплошь крахмалистое. Булочки, хот-доги, картошечка, макарончики, кашка, все вареное, все крахмалистое, все мучное, и туда еще мясца, сосисочек. Вот, это, конечно, все вот такая тромбомасса в кишечнике, расшатать которую очень трудно. Вот это все подолгу задерживается. Есть детки, которые по нескольку дней не ходят какать, и это трагедия. Это просто трагедия. Поэтому, когда ребеночек заболел, подхватил вирус, температура, и нужно сделать все, чтобы вот он сейчас прям срочно покакал. Для начала нужно сделать клизмочку. взрослые, те, кто знает, что такое кружка эсмарха, и проходили сами эти процедуры, и более того, даже проходили, может быть, курсы очищения с промыванием кишечника. Запомните, что ваши полуторалитровые кружки, это совершенно не то, что нужно ребенку. Просто были несколько раз такие печальные случаи, когда взрослый умудрялся из добрых побуждений залить ребенка полтора литра воды. Боже мой, бедный ребенок, что, я не знаю, что за, у меня нет комментариев по этому поводу, это кошмар. Есть же обычные спринцовочки, груши, вот эти небольшие, для маленького ребеночка, это вообще маленькая, вот такая, сколько там миллиграмм, я не знаю, 25-50, совершенно маленькая груша, спринцовочка. Есть побольше на полу литра спринцовочки. Этого достаточно. Раствор с солью, с содой навели тепленький 38 градусов, сделали неоднократную клизмочку, аккуратно, нежно, ребенку, с вазелинчиком, с детским кремом, посадили на горшок, прокакался, еще одну ввели маленькую, такую, чтобы не было больно, на боку, с согнутыми коленочками, посадили на горшок, прокакался, 3-4 раза ввели по чуть-чуть этого растворчика теплого. Ребеночек прокакался, все, ему уже сразу легче, у него даже температура может спать, понизиться. и есть, когда сделали первую вот такую скорую помощь, да, прочистили кишечник от основных залежей, потом можно дать ребеночку слабительное, какое, есть детский юфалак продается в аптеке, да, просто на ночь там подавать ему ложечку, сколько там написано в инструкции, несколько дней, пока он болеет, подавать ему этот детский юфалак на ночь, и он утром хотя бы будет прокакиваться неоднократно, да, и в течение дня еще делать небольшие промывания вот такой маленькой клизмочкой, и постоянно вот так, пока он болеет, там пару раз в дни промывать кишечник вот такими маленькими порцавичками, и подкармливать его юфалаком, чтобы очищал кишечник. Это абсолютно легко, это вообще безболезненно, это очень просто, и это очень естественно, и в этих мероприятиях нет ничего запрещенного, но это огромная помощь ребенку в том, чтобы сразу ему помочь, чтобы вот эту вирусню из него всю гадость вытащить. Дальше, следующий момент, про питье, да, говорим, что ребенка нужно поить, поить, зачем поить, потому что промывать надо, вот все то, что сейчас бушует в организме, да, все вот эти продукты распада, продукты, которые образуются в результате этих воспалительных процессов, спровоцированных вирусом, их нужно вымывать и выводить, вымывать и выводить, и для этого нужно ощелачивающее питье, сейчас объясню, что это такое, дело в том, что при вирусном заболевании, при простудном, гриппе, неважно, внутри просто повышается такая закисленная среда в результате воспалительного процесса, а закисленная среда это еще более благодатная почва для вируса, то есть вирус себя очень хорошо чувствует в закисленной среде, поэтому что нужно делать, нейтрализовывать эту среду, ощелачивать, чем? Ощелачивающее питье, это не сода, если вы думаете, нет, для ребеночка очень хорошо как раз вот свежевыжатые соки, потому что любые соки ощелачивают внутреннюю среду, очень хорошо, это травки различные, муравки, да, чаек вкусненький там с мяткой, с ромашкой, ну, не обязательно крепкий, не обязательно насыщенный, можно такой слегка заваренный чаечек, в котором развели сок лимона, сок апельсина, да, или сок грибфрута, развели медик, сделали это вкусненьким, какие-то ягодки отжали, там, клюкву, не знаю, бруснику, чернику, что там есть, даже с заморозки можно, отжали эти ягодки, сок туда, водичку, туда, в чаек вылили, сделали вкусненько, и поить ребенка, поить, 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 ощелачивать внутренняя среда, ребеночек пропивается, промывается, плюс вы ему еще и кишечник промываете, и все, день-два, и все, и не надо будет уходить на долгие больничные, не нужны эти скорые помощи, не нужно вызывать врача и так далее. Не, врача можете, конечно, вызвать, но при этом понимать, что в ваших руках намного больше инструментов, чем в руках врача. У него только один инструмент, пилюли, все, а у вас намного больше. И теперь, когда вы уже оказали первую помощь ребенку, и он уже начинает там где-то чего-то просить кушать, вот тут на помощь приходит сырая растительная пища. Фрукты, любые, ягоды, любые, овощи, любые, морковку погрызть, огурчик, помидорчик, вот все очень просто, без изысков, не надо там что-то мудрить, какие-то сложные салаты, все как ребенок любит. Любит морковку грызть, пусть грызет, любит смузи, сделайте ему смузи. Очень вкусные, можно делать какие-то фруктовые там смузи, немножко зелени добавлять, делать коктейли. Нужно только приложить фантазию, потому что на самом деле в мире растительной пищи, сырой, есть очень много вкусных продуктов, и вкусных, из которых можно делать вкусные сочетания. Вот и все. И такая еда, она не перегружает пищеварительную систему, пищеварение не напрягается, и при том, что вы кормите ребенка сырой растительной пищей, у него продолжает происходить очищение организма. То есть, вы продолжаете вычищать вот эту всю вирусню, все эти отходы, слизь, и ребенок очень быстро оздоравливается. обязательно нужно поить и простой водой ребенка наряду с чаями, наряду с соками, обязательно давать водичку, потому что все то, что мы имеем какой-то взвесь, да, там соки и мед и прочее. Это все питание. Это все жидкое питание. Хотя вы привыкли к тому, что питание это что-то, то, что можно жевать, но на самом деле вот соки, чаи, морсы, это все-таки питание. Если в них что-то, ну, есть какая-то взвесь, что-то растворено. А вот вода это как раз чисто такое промывательное дело. Это именно для промывания чистая вода обязательно нужна. Поэтому она, конечно же, должна присутствовать в питании, не в питании, в рационе ребенка, когда особенно он болеет. Давайте теперь перейдем к каким-то дополнительным мероприятиям, которые вы можете подключить. Как я уже сказала, что в руках врача только один инструмент пилюля, а у вас намного больше. Вот теперь мы еще должны поговорить про такие природные, природную помощь, как свежий воздух. Вот что обычно делают родители, когда ребенок заболевает? Они закупоривают все форточки. Да не дай бог просквозит, да не дай бог где-то продует. все закупоривают, ребенка там шарфами заматывают. Ну да, я понимаю, если у него его знобит, если у него там температура, и у него озноб, и он мерзнет. Но можно же накрыть ребенка тепло несколькими одеялами, если он его знобит. Но при этом одеть что-то на голову ему и открывать форточки, и проветривать комнату. Дело в том, что нельзя закупориваться, потому что в закупоренном пространстве вирус живет и процветает. То, что ребенок выкашливает, вычихивает, вот это все остается в воздухе, в помещении, и это все ходит по кругу. Это нужно уничтожать. Уничтожает этот только свежий, прохладный воздух, потому что вирус любит влагу, тепло, вот это его среда. А там, где холод, прохлада и свежий ветер, там вирусу жить плохо. Но вот почему-то очень часто люди этого боятся. Теперь проводные процедуры. То же самое, да, ребенок потеет, особенно, когда температура пропотел, да, не надо бояться заводить его в душ и обмывать его из-под душа несколько раз в день. И даже будет здорово, если это будет контрастный душ. Не обязательно резко, да, резкий, холодно-горячий. Просто приятного контраста, чуть-чуть теплее и чуть-чуть прохладнее. Ну вот так вот. Дело в том, что через кожу у ребенка, я уже говорила, да, что кожная система ребенка это тоже очень сильная система и через нее тоже выводится много продуктов распада. то, что вы промываете кишечник, это здорово, но тоже будет очень здорово, если вы будете и как можно чаще давать ребенку возможность мыться в душе, ну просто споласкивать его в душе. Это обязательно. Ну и теперь еще переходим к третьему пункту дополнить еще один дополнительный инструмент это эфирные масла. И вот эфирные масла они как раз будут служить нам вместо лекарства для того, чтобы вытаскивать ребенка из вот этой вот ситуации, в которую он попал с вирусом. Давайте поскольку многие из вас уже знают, что я начала практиковать год назад эфирные масла и что сейчас у меня практически ни одно мероприятие оздоровительное не проходит без эфирных масел, то я думаю, что ни для кого это не новость, что есть такой продукт, как эфирные масла и это очень существенный такой прорыв, ну не только в моей чистого лично моей практики, но это вообще прорыв в человеческой практике, то что можно использовать природу нам во благо вместо обычных лекарств. Давайте немножко подробнее остановимся на этом. Конечно же я говорю про эфирные масла Дотера, поскольку я занимаюсь именно маслами Дотера, то есть производство компании Дотера, то могу уверять, могу заверить, что эти масла являются 100% натуральными, чистыми и они терапевтического класса, о чем свидетельствует их сертификат, международный сертификат. Что значит терапевтического класса? Само слово уже внушает очень большое доверие, потому что терапия это то, что нас оздоравливает, соответственно терапевтический класс это то, что нам нужно для нашего здоровья. Здесь еще важный такой момент, наверняка многие из вас раньше, как вот и я тоже в своей жизни сталкивались с эфирными маслами, которые мы покупали в аптеке. Лично я иногда покупала для ароматизации помещения иногда для каких-то банных процедур для ароматизации воздуха тоже. И когда я читала аннотацию памятку к эфирному маслу, меня всегда удивляло предостережение производителя о том, что нельзя применять внутрь только для наружного применения. и в моем мозгу произошла такая сцепка, отпечаталась на долгие годы, что эфирные масла это то, что нельзя применять внутрь, что это только то, чем можно дышать, но в крайнем случае наносить на кожу. И когда я столкнулась вплотную с маслами терапевтического класса дотера, я была крайне удивлена, что оказывается масла можно применять внутрь. И когда я стала разбираться в том, почему же вот те масла нельзя, а эти можно, все оказалось очень просто. Ответ лежит на поверхности. Что такое настоящее эфирное масло? Вот настоящее на 100% натуральное. Дело в том, что это и есть само растение. Это растение, то есть это его суть, это его выжимка, это его дух, если хотите. Потому что эфир, само слово эфир, эфирное масло, да, оно имеет маслянистую такую консистенцию, но это эфир. то есть эта консистенция настолько имеет маленькую молекулу, что испаряется очень быстро. То есть если оставить открытым флакон с настоящим эфирным маслом, то в нем очень вскоре ничего не останется. Никакого масла там не будет, потому что это эфирное масло, оно испаряется. То есть это дух, это дух растения, это суть растения, и в настоящем эфирном масле нет ничего, кроме самого растения. Так вот скажите мне пожалуйста, можно ли бояться растения, можно ли бояться принять его внутрь, да, или нанести на кожу? Нет, этого бояться нельзя, потому что растение это природа. Мы живем в окружении природы и бояться природы, ну, это как-то выглядит неестественно. А поскольку рекомендуемая доза настоящего эфирного масла это всего лишь одна капля, то понятное дело, что от одной капли эфирного масла, сделанного на 100% из растения, мы не получим ни отравления, ни какого-то там побочного эффекта, мы не получим ничего, кроме пользы. Вот почему эфирные масла терапевтического класса, коими являются масла дотера, можно употреблять внутрь. Ну, те масла, на которых написано, что их можно употреблять внутрь. Просто есть масла, которые предназначены только для наружного применения, либо только для ингаляции, но большинство масел, подавляющее большинство масел дотера, как раз могут быть употреблены внутрь. и все ровно наоборот стоит дело с эфирными маслами, которые нельзя применять внутрь, которые продаются в аптеке или на каких-то других площадках, но которые можно назвать эфирными вот так, в кавычках. они не являются на самом деле таковыми, потому что они изготовлены либо синтетическим полностью образом, и тогда они очень дешевые, либо полусинтетическим, то есть в них есть какая-то часть натуральных масел, но они разбавлены искусственным маслом, созданным синтетически. Поэтому, конечно же, когда речь идет о такой химозной подставе, то мы не можем это принимать внутрь. И на этом вопрос можно или нельзя применение внутрь был для меня закрыт. То есть я все поняла про настоящие эфирные масла, я поняла, что настоящие эфирные масла можно купить не везде, а только в избранных местах, и эти места нужно очень тщательно искать и проверять. Как я уже сказала, эфирные масла это натуральное природное средство, поэтому у них нет противопоказаний. Во всяком случае, я не встречала таких явных противопоказаний, единственное, что некоторые масла нужно будет применять с осторожностью при беременности, при грудном кормлении. Ну, это понятно, потому что это особая такая фаза в жизни человека, и здесь нужно вообще во всем проявлять женщине аккуратность, да, и стараться находиться в каких-то таких привычных ситуациях, да, и не особенно стремиться внедрять что-то новое. Вот, для остальных же людей, прямо начиная от грудничков и заканчивая очень пожилыми людьми, применять настоящие эфирные масла можно и нужно, но для каждой категории людей существуют свои дозировки, то есть для грудничков часто, очень часто бывает достаточно просто ароматизации помещения через диффузор, либо там в очень-очень сильно разбавленном виде с помощью базового масла растительного нанесения, скажем, на попочек, например, да, или вдоль позвоночника, или на стопочке ребенка, вот этого бывает достаточно для получения терапевтического эффекта, почему? Потому что еще раз обращаю ваше внимание, что молекула эфирного масла это самая маленькая молекула и она способна проникать в клетку даже через наружное применение, даже через дыхание, не говоря уже о внутреннем применении. То есть вот настолько эфирные масла имеют способность глубоко проникать в наши клетки. И делают они, проникают они в клетки очень быстро. Благодаря чему? Благодаря тому, что эфирные масла есть такое у них свойство липофильность. То есть они хорошо растворяют жиры, они хорошо смешиваются с жирами и поскольку у клетки есть жировая оболочка, то молекула эфирного масла очень быстро благодаря своей липофильности проникает в клетку, несмотря на жировую оболочку и очищает эту клетку. Вот к вопросу о вирусах. Когда вирус проникает в клетку ребенка, то наступает такая война, иммунитет встает на защиту в своих клеток и он включает реакцию иммунитета, защитную реакцию, то есть ребенок заболевает, поднимается температура и включаются симптомы очищения, это война, то есть война иммунитета против чужеродного врага. Так вот, когда ребенка начинают лечить лекарствами при вирусном заболевании, то лекарство, оно у него узкое такое специфическое направление, оно может гасить воспалительный процесс, который вокруг клетки развивается, но оно не может проникать в клетку, потому что через жировую оболочку оно не проникнет. И вирус, который находится в клетке, он остается невредимым, то есть лекарство в какой-то степени гасит воспалительный процесс, но вирус продолжает находиться в добром здравии и заболевание продолжается, продолжается, продолжается и тянется, пока организм сам с ним как-то не справится. А вот когда принимаются вместо лекарства эфирные масла, неважно как, в каком виде, можно даже в ингаляторном или в наружном, то молекула эфирного масла проникает в клетку и она очищает клетку от этого вируса. То есть поскольку растение, которое мы принимаем, это в виде капли эфирного масла, это целебная сила, то она убивает вирус. Вот почему очень быстро при приеме эфирного масла, сейчас буду позже говорить, какого именно масла, мы сразу воздействуем на вирус, воздействуем на клетку и мы очищаем клетки организма ребенка или взрослого неважно кого от этой патогенной ситуации, которая там образовалась. Вот почему масла работают очень быстро. И когда мы начинаем вот такую массированную атаку против вируса с помощью всех этих средств, которые я перечислила выше, и с помощью эфирных масел, мы помогаем собственно организму проявить ему в должной мере защитные функции иммунитета. То есть иммунитет он существует в любом случае, это защитная сила. Что такое иммунитет? Это заслуга кишечных бактерий, но не всяких кишечных бактерий, а только тех, которые считаются симбионтами, то есть здоровыми, полезными, хорошими, те, которые нужны человеческому организму для нормализации всех его процессов жизнедеятельности. Нам нужны бактерии. Поэтому когда мы принимаем эфирные масла, мы можем воздействовать на бактериальный фон кишечники, опять же благодаря их ощелачивающему действию и быстрому проникновению в клетку. И благодаря этому мы усиливаем иммунитет ребенка. Вот почему при применении эфирных масел выздоровление наступает не то, что там за считанные дни, даже защитные часы. Если сразу вовремя принять все необходимые меры, вот те, что я описываю сегодня, выздоровление наступает буквально в этот же день, ну максимум на следующий день. И применяя эфирные масла, мы ликвидируем воспалительный процесс, потому что растение не только вычищает клетку от вируса, но и ликвидирует воспалительный процесс, который во вне клеточном пространстве. У эфирных масел есть такое свойство, потому что это масла терапевтического класса, их не случайно так назвали. Они лечат, они терапевты, эфирные масла терапевты. И настал момент, когда нужно познакомить вас поближе, что это за масла. Я буду сейчас говорить о наиболее популярных маслах, которые мы можем применять для лечения ребенка. У нас сегодня с вами такая тема с уклоном на вирусы, просто потому, что я понимаю, если я буду в одном вебинаре затрагивать разные болезни детские, это у нас займет очень много времени, мы тут все просто умрем от усталости, поэтому считаю, что сейчас в первую очередь нужно все-таки уделять внимание вот этой вирусной ситуации. Это сейчас очень актуально. Так вот, масел на самом деле, эфирных масел, их очень много. Вот за мной стоит стеллаж и там вы, может быть, видите буквально несколько пузыречков, но это всего лишь малая часть того, что вы можете увидеть. На самом деле стеллаж большой, масел много разных, и то у меня еще не вся коллекция, еще я продолжаю ее собирать, но мы сейчас говорим только о десяти маслах, которые считаются топовыми, такими хитами, которые можно применять детям, и которые решают самые важные задачи, вопросы касательно острых воспалительных процессов. Так сказать, закрывают проблемы в этом. Давайте перейдем к описанию этих масел, которые все расположены в одном наборе. Этот набор называется семейная аптечка. Это вот такая коробочка зелененькая, и здесь даже есть красный крест. Я знаю, что многие из вас красный крест, простите, это у меня из медицины вырвалось. Здесь просто крест, что означает, что это все-таки масло терапевтического класса. Это терапия. У многих из вас, которые здесь присутствуют, я знаю, что у них уже есть такие наборы, но не у всех. Поэтому даже те, у кого эти наборы присутствуют, я даже знаю, что не все еще освоили хорошо, каким маслом можно пользоваться, особенно в отношении детей. Я очень часто получаю эти вопросы в нашем чате по использованию эфирных масел, что даже имея аптечку, человек часто теряется, особенно мамочка, если она молодая и ребеночек заболел, понятное дело, что охватывает паника, страх, если высокая температура, особенно страх. И вот эта растерянность, она мешает принять правильное решение, как использовать то или иное масло из этого набора. для этого у нас есть чат, для этого мы стараемся оперативно решать такие вопросы. Итак, это набор из 10 масел, и я расскажу о них немножко подробнее. Самый такой хитовый, наверное, продукт будет этого наступившего осеннего сезона, да я думаю и вообще и всего ближайшего года, и не только ближайшего года, но наверное и ближайших лет вообще, потому что неизвестно, как, что будет дальше с этим вирусом у нас, но во всяком случае практика показывает, что те люди, которые уже плотно познакомились с эфирными маслами, в частности вот с этой смесью, о которой я буду сейчас говорить и мои близкие все, и вот те, кто находится у меня в моих партнерских отношениях, мы состоим по эфирным маслам, те, кто умело применяют эфирное масло на первой стадии заболевания при первых признаках справляются с любой вирусной инфекцией за один максимум два дня и взрослые и дети и это эфирное масло которое называется OnGuard я решила что не буду вам показывать эти пузырьки потому что они все одинаковые важнее услышать эту информацию а флакон вы можете потрогать руками и тогда когда вы приобретете этот набор и тогда вы его и потрогаете и понюхаете и попробуете и примените на практике так вот я прямо в первую очередь как раз и хочу рассказать об этой смеси OnGuard переводится на защите на страже и это название оно само за себя говорит эфирная смесь OnGuard это противовирусная смесь в ней находится несколько масел которые как раз направлены на то чтобы убивать вирус гасить воспалительный процесс поднимать иммунные защитные силы организма и ребенка и взрослого и очень быстро вытаскивать человека из острой вирусной ситуации достаточно бывает при первых признаках вирусной инфекции принять одну каплю OnGuard внутрь а для детей это особая техника то есть если это уже школьник он тоже может принимать одну капельку причем принимать это масло оно довольно хотя оно и жгучее но оно имеет приятный аромат потому что там гвоздика там корица и если мы смешиваем эту капельку с медом то это очень вкусно это бодрит и запивать запить эту чай эту капельку это вообще не представляет из себя какую-то сложность это гораздо проще чем глотать горькую таблетку горький порошок какую-то крупную капсулу пилюлю или не дай бог еще ставить укол ребенку то есть принять капельку вкусного масла это это просто это приятно и это очень эффективно также онгард можно носить наружно с разбавлением базовым маслом и можно распылять помещение при помощи диффузора вторая и вторая эфирная смесь которую также нужно сразу применять при первых признаках простудного или вирусного заболевания это эфирная смесь БРИС недавно я буквально вчера выложила видео про чудесное открытие БРИС о том как мы с мужем научились купировать астматические приступы при помощи этой смеси вместо сальбутамола то есть мы заменили лекарство эфирной смесью БРИС здесь также содержится несколько масел в частности одно из них это мята и калит которые очень хорошо очищают дыхательные пути освобождают заложенные вот эти все забитые пазухи и позволяют дышать свободно хорошо даже можно не использовать капли в нос настолько хорошо работает эфирная смесь при ингалитурном использовании то есть можно распылять ее в помещении при помощи диффузора можно вдыхать прямо из флакона и одинаково достигается этот эффект облегчения дыхания кроме того эфирную смесь БРИС можно в разведении просто если ребенок кашляет вот так наносить ему на грудку наносить на область легких со стороны спины это тоже все способствует проникновению эфирных масел внутрь в клетки и очень быстро приносит облегчение следующая эфирная смесь имеет название дайджиздзен это пищеварительная смесь как я уже сказала основное место локализации вирусов это кишечник и вот эфирная смесь дайджиздзен это как раз та самая смесь которая работает над устранением проблем ЖКТ в частности и над ликвидацией вот этой вирусной среды которая у нас находится в кишечнике во время острого заболевания тоже можно применять внутрь можно применять наружность в разведении на пупочек на область кишечника на животик в виде массажа наносить и работает одинаково следующее эфирное масло это орегано это очень жгучее и очень горячее масло но оно очень хорошо способствует мобилизации иммунитета это масло можно поставить знак равенства иммунитет это масло не только для детей но и для взрослых применяется обязательно в разведении то есть в чистом виде это масло применять нельзя настолько оно горячее ну жгучее просто будет щипать кожу и можно получить ожог поэтому очень-очень сильно разводим разводим для детей в соответствии с их возрастом есть рекомендации рецепты есть техники нанесения и наносим это масло и на позвоночник и на стопы где очень много точек отвечающих за мобилизацию иммунитета ну также можно и внутрь применять но в случае детей наверное это будет не очень приятно потому что масло такое жгучее можно применять его в капсуле но согласитесь применять капсулу наверное все-таки это больше вариант для взрослого чем для ребенка когда он болен я думаю что впихнуть в него капсулу это довольно сложно но во всяком случае наружного нанесения орегана вполне достаточно бывает для того чтобы получить уже мощный толчок для усиления иммунитета и быстрому выкарабкиванию вот из этой вирусной ситуации следующее масло это эфирное масло из кожуры лимона лимон есть проблема непереносимости цитрусовых например в частности у деток которые проявляются в виде аллергии на цитрусовые эту проблему как раз решает эфирное масло лимона дело в том что в кожуре лимона не содержится аллергена и эфирное масло можно добавлять в водичку оно не делает ее кислой потому что эфирное масло в кожуре оно не содержит кислот это просто ароматная вкусная водичка которая не только делает приятное питье но самое главное это ощелачивание то есть эфирное масло лимона вспоминайте что нам нужно нам нужно нейтрализовывать вирусную среду нам нужно ощелачивать организм с этим справляется эфирное масло лимона кроме того если есть какие-то неполадки в желудочно-кишечном тракте типа воспалительных процессов может какие-то гастритные явления может быть даже язвочки то как раз масло лимона оно справляется с латанием вот этих воспалительных участков в желудочно-кишечном тракте следующее масло в наборе это мята перечная когда у ребенка высокая температура это всегда говорит о том что его иммунитет старается и до всех сил и уничтожает вот эту вирусную среду поэтому если температура в районе 38-38-5 не нужно паниковать не нужно бояться не нужно стремиться ее сбить всеми всеми способами не нужно этого делать достаточно поддерживать комфортное состояние ребенка при помощи обильного питья при помощи проветривания комнаты при помощи распыления в комнате смеси приз которая очень облегчает самочувствие состояние и обтирание тела ребенка водичкой тряпочкой смоченной водичкой в которую добавлена капля или две эфирного масла мяты перечной как вы знаете мята имеет охлаждающий эффект и если мы обтираем тело ребенка при температуре вот такой водичкой с мятой то ему сразу становится легче это сразу успокаивающий эффект температура при этом может и не снижаться она может оставаться на уровне 38 и 5 но мы не преследуем такую цель снижать температуру мы преследуем цель сделать состояние ребенка комфортным чтобы он не мучился не страдал но при этом если сохраняется температура 38 38 и 5 это значит что продолжается борьба с вирусом вирус продолжает уничтожаться и только конечно если это крайние какие-то случаи когда прет до невозможности 39-40 и за 40 конечно это уже ситуация когда процесс зашел слишком далеко и слишком глубоко и возможно там уже придется применить какое-то лекарственное средство я имею ввиду понижающую температуру потому что зашкаливать она конечно же не должна вот это нужно понимать следующее масло в наборе это масло лаванды масло лаванды имеет очень многофункциональное использование применение это и успокаивающий эффект это и рано заживляющий эффект это и смягчающий это и противоожоговый в общем много-много но в данном случае когда мы говорим о состоянии вирусной инфекции то масло лаванды можно просто капать на подушку где спит ребенок и он просто будет спокоен он будет успокаиваться он будет спать как вы знаете во время сна выздоровление происходит быстрее мы спим мы отдыхаем и организм сам себя восстанавливает сам очищается сам себя регулирует и мы быстрее выбираемся из вот этого вирусного простудного гриппозного состояния если мы спокойно если мы спим и тем более ребеночек вот как раз лаванда играет вот эту роль можно не только на подушку можно и через диффузор распылять в помещении действие будет одинаковым в дальнейшей жизни лаванда будет еще не раз пригождаться потому что это любые порезы любые какие-то болячки что-то там сыпь какая-то чешется покраснела зудит укусил комар лоса пчела ожогся и так далее и так далее солнечные ожоги перегрелся это все со всем этим работает лаванда так что с ней еще предстоит много знакомиться и узнавать о ней много всего интересного еще одно масло удивительное в наборе это масло ладана ладан это мы называем его королевское масло это масло священное и оно является усилителем всех действий всех других масел с помощью него эффект достигается намного быстрее кроме того это масло которое приводит человека ребенка и взрослого в баланс в равновесие в спокойствие то есть я бы так сказала что масло масло ладана это масло для гармоничной жизни я бы так сказала поэтому его присутствие в этом наборе не случайно еще одно важное дерево еще одно важное фирмное масло в этом наборе чайное дерево это тема подростков это прыщавая кожа угри акне вот это все очень хорошо решается при помощи чайного дерева это грибковые инфекции грибковые инфекции ногтей это бородавки папилломы в общем это все что касается кожных проблем с этим очень хорошо справляется чайное дерево ну и наконец десятое масло это эфирная смесь это смесь диплу диплу я о ней тоже не так давно рассказывала в одном из видео и были посты это тема суставных болей в общем диплу это в принципе эфирная смесь которая решает проблемы опорно-двигательного аппарата даже если у ребенка и не болят суставы но хотя сейчас я все чаще встречаю такие ситуации когда аутоиммунные заболевания у ребеночка приводят к болям в суставах но диплу это в принципе любые проблемы опорно-бегательного аппарата то есть дети они бегают они падают они ушибаются они получают травмы они получают синяки шишки растяжения не дай бог переломы и так далее вот со всеми этими вещами справляется диплу что какое действие он оказывает он улучшает кровообращение он рассасывает отеки в таких вот местах которые получили какую-то травму и благодаря усиленному кровотоку это место быстро приходит в порядок то есть мы снимаем воспалительный процесс и быстрое выздоровление происходит удивительно как быстро проходят синяки при использовании диплу таким образом я вам перечислила 10 масел которые входят в этот набор но не сказала еще об одном масле оно идет в подарок наверное скажу об этом немножко позже сейчас просто нужно понимать что для того чтобы получить себе такой набор вот все что требуется это просто стать привилегированным покупателем в компании Дотера что это значит это значит значит просто зарегистрироваться на сайте этой компании купить себе этот набор вот этот или есть еще выбор чуть позже расскажу и все и иметь возможность покупать любые масла на на этом сайте со скидкой 25% вот в этом и заключается фишка привилегированного покупателя если вы сейчас ко мне обратитесь те у кого нет этой аптечки семейной нет никаких масел если вы скажете Байя можно у вас купить допустим смесь Омгар конечно я вам не откажу потому что я могу купить это на сайте компании но я продам вам это масло с накруткой 25% оно вам надо нет конечно оно вам не надо поэтому это не выгодно покупать масла с накруткой выгоднее заключить контракт напрямую с компанией производителем контракт ни к чему не обязывает если вы заключаете контракт как привилегированный покупатель то это всего лишь ваша бонусная карта то есть когда вы приходите в пятерочку в Ашан в Ленту в Глобус неважно куда купить продуктов вы на кассе предъявляете свою карту где у вас копится кэшбэк и вам туда копят эти скидки а потом вы можете раз и использовать эти накопленные баллы для покупки очередной порции партии товара продуктов то же самое означает регистрация в компании Дотера она ни к чему не обязывает покупателей она разрешает эта система да система привилегированного покупателя разрешает вам дает вам право приходить в магазин в любое время с любым желанием покупать столько сколько хотите можно одно масло можно 20 масел то насколько у вас есть потребности возможности и желания и вам за это за ваши покупки еще и копятся баллы которые вы потом можете тратить на приобретение новых баллов ой новых продуктов и опять же накапливая баллы что какие вы получаете привилегии если вы регистрируетесь на этот стартовый набор во первых вы становитесь доктором самому себе своим близким своим детям внукам и всему своему окружению вот вам уже не нужно по каждому поводу паниковать рвать на себя волосы бежать в аптеку что-то там закупать горстями хватать вам достаточно открыть аптечку семейную открыть свои шпаргалки или в крайнем случае спросить там в чате или у меня и в первую очередь принять эфирное масло тем или иным способом которое вылечит вашего ребеночка быстро там позволит прийти в нормальное состояние и вам и самому и вас гармонизирует и всю вашу семью гармонизирует и вылечит от вируса и от любого другого заболевания я хочу чтобы вы понимали что ни одного нет заболевания вообще в принципе на которое нельзя было бы воздействовать при помощи эфирных масел ни одного вплоть до онкологии потому что внутренние применения наружные применения ингаляторное применение это еще не все есть еще и система протоколов с эфирными маслами есть целые курсовые подходы к использованию масел при том или ином заболевании это очень широкая тема и конечно она не входит в рамки одного вебинара и используя эфирные масла вы становитесь более защищенным это действительно так те люди которые уже пользуются вот такими наборами они становятся очень спокойными не просто потому что они используют эфирные масла для своего спокойствия есть и такие кстати вот но они получают уверенность потому что они раз попробовали два попробовали сработало три попробовали сработало они пробуют и каждый раз срабатывают пробуют и каждый раз срабатывают и у людей возникает полная уверенность что они под защитой что это действительно то средство которое является природным и оно не может нанести никакого вреда ну и еще один большой Бонус приобретения такого набора – это то, что вы становитесь моим подопечным на бессрочной основе. То есть у вас есть доступ ко мне в личной переписке, у вас есть доступ к моим рекомендациям в чате, в нашем рабочем чате, в котором мы занимаемся изучением эфирных масел. Это, согласитесь, это очень удобно и это очень выгодно, что бы ни случилось, всегда иметь подсказку, иметь совет, иметь советчика в моем лице. И это навсегда. Так, ну и в завершение нашего большого вебинара я должна рассказать еще об одном наборе, который есть на сегодняшний день в компании Дотера, который она предлагает в качестве стартового. Этот набор называется «Эфирный дом». То есть первый набор – это семейная аптечка и второй набор – это «Эфирный дом». Разница состоит в том, что в «Эфирном доме» все флаконы с маслами, они ровно те же самые, но они идут по 15 мл. Скажем, вот этот флакон – 15 мл, а этот – 5. В семейной аптечке флаконы идут по 5 мл, в «Эфирном доме» они по 15, то есть ровно в 3 раза больше. Если мы говорим про стоимость этих наборов, то стоимость эфирного дома в 2 раза больше, чем стоимость семейной аптечки, а по выгоде это в 3 раза выгоднее. Теперь про подарки. Значит, в первом наборе в семейной аптечке подарком идет большой флакон эфирной смеси 15 мл, который занимается нормализацией обмена веществ. Согласитесь, что сейчас даже у деток очень часто встречается нарушение обмена веществ, как следствие лишний вес, ожирение даже, даже сахарный диабет и зависимость от сладкого. Вот как раз вот эта подарочная смесь, которая называется «Слинсесси», второе ее название – это метаболическая смесь. Она как раз нормализует обменные процессы, убирает тягу к сладкому, выравнивает уровень сахара, в крови нормализует вес и деткам можно ее применять. То же самое, как наружный, так и внутренний. Она вкусная, с ней можно пить водичку и это очень приятный подарок к семейной аптечке. Подарком к эфирному дому идет у нас такой необходимый для дома гаджет, как диффузор. Вот он изображен на картинке, на слайде. Это такой небольшой аппарат, который распыляет воду с эфирным маслом в помещении. Распыление очень-очень мелкодисперсное. Аппарат практически бесшумный, очень милый и очень необходимый. Потому что в другом случае мы просто не знаем, как распылять эти масла. Аромалампы нам не подходят, потому что мы не можем нагревать эфирные масла чистые. Какие-то другие сомнительные диффузоры я бы не стала рекомендовать. Потому что диффузор Дотера это качественный пластик, это качественное исполнение, это красивый дизайн. Это то, что приятно и полезно иметь в доме. И еще идет деревянная подставка для масел. То есть вот два набора, которые можно выбрать, либо тот, либо другой. Для того, чтобы войти в компанию Дотера в качестве привилегированного покупателя. Получить себе первый свой стартовый набор. И иметь в дальнейшем возможность заказывать другие продукты Дотера. А их немало. Со скидкой 25%. И теперь еще об одном таком большом подарке с моей стороны и со стороны компании Дотера. Сейчас у нас идет сентябрь. Очень выгодно именно сейчас, в сентябре, стать покупателем Дотера. Приобрести себе один из наборов. Потому что, во-первых, сначала скажу от себя лично, какой от меня бонус. Я запускаю такой образовательный двухнедельный курс «Здоровые дети». И доступ к нему будет бесплатным для всех, кто приобретает себе любой стартовый набор Дотера. Сегодня я, несмотря на то, что вебинар был довольно длительным, но я, тем не менее, вскользь коснулась тех необходимых действий, которые мы совершаем, когда у нас ребеночек заболевает. На курсе мы будем очень подробно разбирать вот это все, практически все шаги. Что делать, когда ребенок заболевает? Как очищать кишечник? Как чем поить конкретно? Сколько чего растворять? Сколько вешать в граммах? Как снижать температуру? Как наносить масла? Как разбавлять масла? Какие масла можно? Какие осторожно? И так далее, и так далее. Много нюансов. Кроме того, разберем еще и специальные протоколы для лечения хронических заболеваний, таких как опорно-двигательные заболевания, аутоиммунные заболевания и разные другие, и аллергии, и все вопросы, которые вы задавали в комментариях на разных площадках. Потому что тема здоровья дедок – это не только ОРВИ, не только вирус, как мы понимаем. Это еще и более глубокие процессы. Так вот, на курсе мы будем подробно разбирать уже все детские заболевания с точки зрения их естественного лечения. То есть лечения естественным методом при помощи питания, очищения организма с детской методикой и применения эфирных масел по детской методике. Этот курс продлится две недели. Он начнется, я предполагаю, что с 20 октября, но возможно чуть-чуть сдвину. Посмотрю по зависимости по набору группы. Вот, пожалуйста, этот курс в бесплатное, бессрочное пользование для тех мамочек, папочек, родителей, бабушек, дедушек, которые регистрируются на стартовый набор эфирных масел. Это подарок лично от меня. Такой образовательный подарок. И теперь второй подарок, не менее привлекательный, а может быть даже и более для кого-то привлекательный. Это подарок от самой компании Дотера. Именно в сентябре, только в сентябре Дотера делает такой щедрый подарок. Для тех, кто регистрируется с этим набором или с тем, Дотера дарит еще один образовательный курс. Курс сертифицированного специалиста по эфирным маслам. Это более глубокий курс, который затрагивает биохимию, использование масел в различных жизненных ситуациях, не только для детей, но и для взрослых. И этот курс заканчивается выдачей сертификата специалиста по эфирным маслам. Это только программа сентября. На самом деле этот курс стоит денег, он стоит больше 5000 рублей. Но только тем, кто приходит в Дотера в сентябре, компания делает такой щедрый подарок. Итак, я вам сегодня много всего рассказала. К сожалению, в Инстаграме произошел сбой из-за слабого сигнала связи. Но, слава Богу, у нас здесь идет запись, поэтому можно будет потом эту запись везде опубликовать. Значит, теперь смотрите по приему заявок на курс, на регистрацию на эти наборы. Принимаю сегодня весь день до позднего вечера. И принимаю еще завтра, седьмого, тоже весь день. Восьмого не уверена, что уже буду принимать, потому что я уеду на несколько дней. Меня не будет. И очень важно зарегистрироваться именно в эти два дня, вот сегодня, 6 и 7 сентября, чтобы вы успели до начала курса получить ваши наборы. Потому что это займет какое-то время, в зависимости от региона, где вы живете. Наборы рассылает Дотера сама, своими логистическими путями. Я этого не касаюсь. Я могу только оказать помощь вам в регистрации. Либо помощь, либо сама вас зарегистрировать, если вы не справитесь. Но это нужно сделать 6 и 7. Потом вы будете ждать ваши наборы, ваши семейные аптечки и фирменные дома. И к тому моменту, когда я начну курс, у вас уже эти наборы будут на руках, чтобы вы не только могли теоретически изучать курс, но и практически уже начинать применять это на своих близких. Сейчас я завершаю наш вебинар. Я очень благодарю всех, кто присутствовал. И сюда, в чат, в телеграм, я дам ссылочку, еще раз ссылочку дам, вернее, не еще раз, а дам ссылочку на страницу презентации этого курса «Здоровые дети», где вы еще раз пробежите, ну так, там очень кратенько, да, я просто сделала такие, ну, как бы, пункты выжимки из сегодняшнего разговора. Вы просто пробежите еще раз по этой теме. Посмотрите глазами на эти наборы, потому что здесь вы их не видели воочию. Примите решение, какой именно набор вам нужен сейчас. И далее пишите мне на мой контакт, который указан на этой страничке презентации, либо, если вы его знаете, пишите мне напрямую на мой телеграм или ватсап, о том, какой набор вы выбрали. Мы с вами проводим регистрацию, и вы находитесь далее в ожидании вашего набора и в ожидании образовательного курса от меня и от Дотеры. На этом благодарю. Заканчиваю вебинар. Спасибо большое вам за внимание. Надеюсь, я была полезна и убедительна. Продолжение следует...